Христос воскрес Этот день для Марии Магдалины начался очень рано. Она пошла к гробнице, чтобы помазать тело Иисуса. Идя дорогой, она рассуждала, кто отвалит мне большой камень. Но придя, увидела, что камень отвален и гробница пуста. Ее глаза наполнились слезами и еще большей болью. Умер учитель. Забрали тело. Она сидит и плачет, не зная, что делать. Она нуждается в помощи. Ее глаза настолько были мокрыми от слез, что она не узнала Иисуса, а принимает Его за садовника. Иоанн об этом пишет так. Иисус говорит ей, «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей, «Мария», она, обратившись, говорит ему, «Равуни», что значит «Учитель». Иисус знает тебя по имени, но не просто знает, как тебя зовут, а знает, как тебе помочь, знает, как осушить твои слезы, знает, как дать тебе радость и надежду. Он обращается к тебе по имени. Ответишь ли ты ему так же нежно, как Мария? Печаль сменяется радостью. Бог, любя этот мир, отдает Сына Своего ради спасения грешников. Иисус умер, но и воскрес для нашего оправдания. Теперь никто не может сказать, что со смертью жизнь заканчивается. Никто не может сказать, что вы тщетно уверовали. Христос воскрес и дает нам надежду на новую жизнь. Сегодня радостный день. Желаю, чтобы эта радость ничем не омрачалась, чтобы мы были полны уверенности и смелости в уповании на Господа. Христос воскрес. Воистину воскрес.